На экспертизу отправились сразу несколько популярных у горожан сортов колбасы и упаковок молока. Маркировка, состав, указание срока годности, пищевая ценность. Это не полный список полезной информации, на которую нужно обращать внимание при покупке. Все эти пункты в совокупности очень важны. В свою очередь эксперт объяснила и связь между тремя видами молока и сроками их хранения. Молоко может выпускаться согласно стандартов либо пастеризованное молоко, либо стерилизованное, либо ультрапастеризованное. Это зависит от технологии. Если молоко пастеризуется до 100 градусов, то, конечно, срок годности будет иметь наименьше. А если идет молоко уже ультрапастеризованное или стерилизованное, там уже температура пастеризации намного выше. Естественно, в этом случае уже срок годности молока увеличивается. Принесенная на экспертизу молочная продукция получила хорошую оценку. В соответствии информации на упаковке и органолептический анализ прошли все три вида молока. Нареканий не вызвал и ни один из присутствующих на столе сортов колбасы. Так, наличие вот то, что для пищевых целей, EAS, петля мебиус у нас есть, грамма у нас есть. Вот, продукт выработан по ГОСТу. Здесь вот оно по органолептике, по внешнему виду, по консистенции соответствует. То есть нету никаких там красных каких-то вкраплений, сгустков, вот сухожилий, ничего нет. Равномерно перемешан фарш розовый, ровный. Эксперт визуально оценила качество продукции всех принесенных продуктов и обратила внимание на соответствующую информацию о товаре на упаковке и соответствии ее стандартам. Состав, главный состав. Какие усилители у вкуса используются, все оно регламентировано. Допустим, консерванты какие, да, какие используются антиокислители, усилители вкуса. Оно все в маркировке указывается. Если категории А написано, то уже мясное содержание намного больше, чем, допустим, категории Д или категории В. Специалисты Росстандарта в Башкирии регулярно рассказывают потребителям о том, на что обращать внимание при покупке той или иной продукции и как не попасть в руки мошенникам. А благодаря различным исследованиям сотрудники Росстандарта могут дать заключение касательно любой пищевой продукции и не только. Мы широко празднуем Всероссийскую неделю качества и в основном раньше проводили ее в Уфе. Но решили с этого года пойти в районы республики и выбрали пилотной площадкой город Нефтекамск. В Нефтекамске мы впервые проводим Всероссийскую неделю качества. Это первый регион, который будет участвовать уже в республиканском масштабе. В лабораторных условиях в головном офисе специалисты могут провести и более детальный анализ любой пищевой продукции. В Нефтекамске приезжие эксперты провели органолептический анализ и рассказали, что обязательно должно быть указано на упаковке. В дальнейших планах – знакомство потребителей и с другими заключениями экспертов. Александра Котикова, Азад Давлетшин. Время новостей.